Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Ну что у нас тут за новости? Последние главные новости это, конечно же, этот мерзкий коронавирус. Промоутеры и организаторы массово отменяют запланированные вечера профессионального бокса в связи с пандемией коронавируса. Отменено шоу премьер боксинг чемпионс Эла Хеймана, запланированное на 28 марта. В Лас-Вегасе в отборочном поединке должны были встретиться мексиканские бойцы второго легчайшего веса Луис Неррия, Арона Лемеда. Эдди Хирн из компании Матч Румбоксинг отменил свой вечер бокса 17 апреля в Оксанхилле, где должны были сражаться американские экс-чемпионы мира в 63,5 килограмма Рэджис Прогрейс и Моррис Хукер. Также отменен 10-ти раундовый бой в рамках первого среднего веса до 70 килограммов между австралийцами Тимом Цзю и экс-чемпионом мира Джеффом Хорном. Он должен был состояться 22 апреля в Таунсвилле, Австралия. Печально, конечно, хотелось бы посмотреть. Ну и скорее всего, не состоится запланированное на 9 мая в американском фресно-шоу Бубарума. Из топ-ранг чемпион первого полусреднего веса до 63,5 килограммов Хосе Карлос Рамирес из США должен был встретиться с обязательным претендентом из Украины Виктором Постолом. Многострадальный бой. Их поединок планировался еще на февраль в Китае, если помните. Но был перенесен из-за пандемии коронавируса. А теперь боксеры ожидают еще одного перенесения боя. Александр Усик заявляет всякую тичь. Там давал он прогноз какой-то знаменитой спортивной телеведущей. Сказал, что он отшлепает Эдди Хирна, это своего промоутера, за то, что тот сказал, что Усику придется постоять в очереди и подождать, пока сразятся большие дяди за большие деньги. Сказал, что если даже ему связать одну ногу, одну руку и завязать один глаз, то он все равно Тайсона Фьюри побьет. Ну, там Тайсон Фьюри же говорил, что если ему там одну руку даже привязать, то он побьет Усик. А Усик ничего не придумал лучшего, как попугай ответить. Тайсон Фьюри типа сам дурак. Потом сам, в конце концов, Тайсон Фьюри со своим братцем. Британское антидопинговое агентство будет расследовать, кстати, новую информацию от поступил о допинге. В деле братьев Фьюри еще 2015 года. Там какой-то фермер, в общем, дал неправдивые показания. И теперь оказалось, что он наврал. И, в общем, вся эта брехня пятилетней давности всплыла. И теперь представьте себе, а что же теперь отменить, что ли, бой Тайсона Фьюри против Владимира Кличко. Потому что чувак-то был под допингом. Видите, как он резво прыгал все 12 раундов. А мы удивлялись. Ничего себе, такая детина и так прикольно прыгает. Резво, да. А вот нарчик открывался просто. Ну, чем это закончится, мне кажется, ничем. Мне кажется, Англы опять что-то придумают, чтобы оправдать Фьюри. Зачем же им терять целого чемпиона мира, который, в принципе, и может там объединить. Хотя, может, его сливают под Джошуа или еще что-то. Пишите, вот что вы думаете конкретно по этому всему. По Тайсону Фьюри, по высказываниям Усика. Вот такие новости по коронавирусу. Как теперь, я не знаю, делать прогнозы на бои, если ты не уверен, что этот бой произойдет. Ты сделаешь прогноз, а его перенесут или вообще отменят. Печально все это, друзья. Ну что ж, еще раз пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальцы вверх. И не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!